Всем привет! Как я и обещал в названии этого видеоролика, давайте вместе с вами разберемся, как можно отремонтировать любую стиральную машину. И вообще, возможно ли это сделать человеку, который ни разу с этим не сталкивался? Роликов я планирую сделать не один, а несколько. В этом ролике рассмотрим азы и фундамент, на чем основан ремонт. Ну и давайте уже начнем. Что понадобится для ремонта? Это набор ключей, мультиметр и паяльник. Это минимальный набор, с которым можно идти в бой. То, что касается электроники, умение пользоваться мультиметром, умение пользоваться паяльником и умение читать и понимать схемы. А теперь давайте поговорим о том, с чего начинается ремонт. Когда я приезжаю на вызов, я никогда не спешу все разобрать и начать проверять все, что только возможно. Мне необходимо собрать как можно больше информации. Чем больше вы соберете информации от владельца машинки, тем точнее вы при ремонте ударите в сердце. Сейчас на панели сверху я покажу узлы стиральной машины. Для ремонта необходимо очень хорошо понимать логику работы стиральной машины. Эти узлы должны работать не хаотично, а каждый в свою очередь и определенное количество времени. Логика машинок может немного отличаться в зависимости от бренда и модели, но в целом одинаково. Давайте ее разберем. После включения в сеть, выбора нужной программы и нажатия на кнопку старт. Первое, что у нас происходит, это блокируется замок. Второе, на примерно 5 секунд включается насос. Это не на всех машинках, скорее всего это сделано для контроля работоспособности. Третье, это открываются клапана для набора воды. Их количество тоже может быть разным, от одного и я встречал до трех. Четвертое, срабатывает пресостат или датчик, который сигнализирует, что в бак набрано определенное количество воды. Пятое, потом начинают работать двигатель. Свою работу он должен начинать плавно и на небольших оборотах. Он должен работать в режиме реверса. Шестое, скорость вращения контролируется с помощью тахогенератора. Седьмое, включается ТЭН. Восьмое, нагрев воды контролируется с помощью термодатчика. Девятое, включение насоса, слив воды. Десятое, размыкание цепи на пресостате, бак пустой. Одиннадцатое, включение клапанов набор воды. Двенадцатое, замыкание цепи на пресостате, бак полный. Тринадцатое, включение двигателя с реверсивным движением. Режим полоскания. Четырнадцатое, регулировка оборотов с помощью тахогенератора. Пятнадцатое, включение помпы, слив воды. Шестнадцатое, размыкание контактов на пресостате, бак полный, в состоянии бак пустой. Семнадцатое, включение двигателя в реверсивном режиме, плавно переходящем на высокие обороты. Восемнадцатое, контроль оборотов осуществляется с помощью тахогенератора. Девятнадцатое, включение помпы, слив воды. Двадцатое, разблокировка замка. Что нам дает то, что мы знаем логику работы? Если мы выясним, в каком из циклов произошел сбой, то мы с легкостью сможем сузить поиск поломки. Сейчас я приведу вам несколько возможных нарушений в логике работы и мы вместе разберем, где именно нужно искать поломку. Первый вариант это стиральная машина не крутит барабан. Дверца заблокирована, вода набрана и на этом все. В первом случае причина может быть как механическая, это заклинин барабан, слетел или порвался ремень или по какой-то причине нет питания двигателя, окислились клеммы, стерлись щетки или обрыв проводки. Второе, эта причина может быть в нарушении питания двигателя по причине выхода из строя его электрической части или же с модуля управления не подается электричество для его работы. В этом случае мы понимаем, что цепочка циклов отработала хорошо до цикла номер 5, вращение двигателя. Поэтому поиск мы сузили и начинаем диагностику с проверки заклиненного барабана. Потом исключаем оборванный ремень, затем проверяем сам двигатель и целостность контактов и проводов. После этого смотрим электронный модуль. Второй вариант, этот двигатель крутит только в одну сторону. То есть все циклы отработали нормально, а реверсивного движения мы не наблюдаем. То в этом случае поиск у нас сужается. Потому что такие явления как обрывы, порванные ремни, заклиненный барабан, стертые щетки или окислы мы исключаем. Потому что при этих проблемах он не работал бы ни в какую из сторон. А так работает в одну сторону. Тогда необходимо подумать, что отвечает за реверс. Проблему нужно искать или в тахогенераторе, особенно если это LG, у них часто такое бывает, или в самом модуле в линии реверса. Это цепь от микроконтроллера до реле. Возможен также вариант, одна из обмоток двигателя сгорела. Но на практике такого лично у меня не было. Третий вариант, это резко срывается на высокие обороты. Тут поиск еще больше сузился. И проблему мы будем искать в том месте, которое у нас отвечает за регулировку оборотов. А это у нас тахогенератор и цепь в модуле от микроконтроллера до тахогенератора. Поэтому очень важно делать подробный опрос владельца стиральной машины, чтобы понять на каком этапе произошел сбой и понимать логику работы стиральной машины. Многие скажут, а как же коды ошибок и режим самодиагностики? И это я тоже использую, если есть такие возможности в стиральной машине. Чем больше информации вы получите, тем лучше. На этом я это видео хочу закончить, а в следующем поговорим о том, как устроен электронный модуль, чтобы понять, как его ремонтировать.